Хм, пришла поставка для проведения эксперимента с объектом. Проверяем, воет ли чёрная луна. Видимо, воет. Гикфанка не подвёл. Всё, что нужно. Очки, кружка, бейджик, карточки 2-го и 4-го уровня. Есть чем писать. И, конечно же, халат учёного и перчатки. Пожалуй, оставлю ссылку на поставщика в описании. SCP-1204.РУ. Русского филиала фонда. Бесконечная видеокассета. Объект SCP-1204.РУ. Класс объекта «Безопасный». Особые условия содержания. SCP-1204 содержится в сейфе для хранения безопасных объектов. Копии фильмов с SCP-1204 хранятся в защищённом архиве. Их дальнейшее копирование и распространение запрещено. Ответственный за объект – SNS-A. С его разрешения SCP-1204 может быть выдан под расписку любому желающему, при условии, что последний скопирует или заснимет с экрана свою версию фильма и предоставит отчёт о просмотре. Выдача 1204 для просмотра приостановлена. До особого распоряжения руководства ЗОДЫ. Описание. SCP-1204 представляет собой VHS-видеокассету чёрного цвета с белой этикеткой, без упаковки и без маркировки изготовителя. На этикетке имеется надпись от руки фиолетовым фломастером. Медуза, ХФ, Боевик СССР, 1990. Материал корпуса и ленты обычный. Способ магнитной записи стандартный. Кассета считается любым VHS-проигрывателем. Аномалию представляет собой пространственная структура ленты. Независимо от длительности перемотки или просмотра, диаметр левого и правого рулона всегда одинаков. Таким образом, кассету невозможно отмотать к началу или к концу. Предполагается, что основная часть ленты расположена вне нашего трёхмерного пространства. Общая длина ленты, включая экстрамерную часть, неизвестна и, возможно, бесконечно. Наблюдаемый объём рулонов соответствует предположительно записи около двух часов. Но к настоящему времени уже отсмотрено более трёхсот часов неповторяющегося материала. На кассете записано некоторое неизвестное количество художественных фильмов. При каждом включении просмотр начинается с одного и того же места. Пятая минута двадцать седьмая секунда какого-либо из фильмов. Перемотать его назад или вперёд невозможно. После каждой перемотки проигрыватель начинает заново воспроизводить совершенно другой фильм с его пятой минуты. При ускоренном воспроизведении, как назад, так и вперёд, изображение размывается до полной неразличимости. Ввиду этого эффекта не удалось установить, можно ли осуществить запись на SCP-1204. Проигрыватель технически выполняет функцию записи, но проверить результат невозможно. То же относится и к стиранию. Любой фильм с SCP-1204 можно переписать на обычный носитель или заснять с экрана камерой. Копии воспроизводятся с обычного носителя без каких-либо аномалий и искажений. Все просмотренные к настоящему времени фильмы сняты в одном жанре – боевика, и представляют собой вариации одного и того же сюжета. Кинематографический стиль характерен для поздних лет существования СССР, и известен как перестроечная чернуха. Все фильмы сняты на низкокачественную плёнку. Для всех характерен тусклый колорит, минорная музыка и обстановка грязи и разрухи, циничные и аморальные персонажи, критика коррупции и официальной идеологии, эксплуатация тем наркомании, проституции и молодёжных группировок бытовой жестокости. Фильмы изобилуют сценами насилия, присутствуют необусловленные сюжетом эротические эпизоды и псевдофилософские монологи. Общее качество по оценке штатного киноведа фонда – крепкая категория «Б». Сюжет шаблонен. Главный герой – член некой организации, борющейся с врагами. Начальник героя совершает в его отношении некую несправедливость. Оскорблённый герой уходит со службы и опускается на социальное дно. Тем временем враги усиливают натиск, и их становится невозможно одолеть без героя. Начальник зовёт героя обратно на службу, но тот отказывается. Тогда начальник подстраивает убийство самого близкого героя человека – жертвы, руками врагов. Герой возвращается и мстит врагам. В процессе он узнаёт правду об интриге начальника и идёт его убивать. Чтобы добраться до начальника, герой вынужден убить всех своих соратников по организации, в том числе и близких друзей. После крайне жестокого убийства начальника, впавшее в боевое безумие герой, или, возможно, актёр, начинает убивать съёмочную группу. С этого момента – 52 минута, седьмая секунда. Манера съёмки резко меняется на документальную. После убийства оператора камера продолжает работать, и зритель видит только статичный план съёмочного павильона. Некоторое время слышны выстрелы, крики и звуки сирены. Потом наступает тишина. По-видимому, фильмы не имеют конца. Один из экспериментальных просмотров, номер 29, длился 48 часов после убийства оператора. И всё это время камера статично показывала стену павильона. Помимо общей фабулы, от фильма к фильму повторяются одни и те же детали. Действие всегда происходит в приморском городе в дождливую погоду. Роли героя и начальника неизменно исполняют одни и те же актёры, их личности не установлены. Другие актёры, в том числе и исполнитель, исполнительница, роли жертвы могут меняться. Начальник значительно старше героя. Между ними присутствует некоторое неполное внешнее сходство. Но в сюжете это никак не обыгрывается. Герой, будучи мужчиной 25-35 лет, имеет детское хобби и употребляет выражение из школьного жаргона тех лет. Часто встречается число 527. Постоянно повторяется лейтмотив медуз. В море никто не купается, так как в нём кишат медузы или другие сходные существа, которых в любом случае называют медузами. Их обязательно показывают долгим крупным планом. Жертву, помимо прочих пыток, окунают в бассейн и жалят медузами. В каждом фильме начальник произносит фразу «Медузы не только в море, они повсюду» и так далее. Замечено, что объект эволюционирует. С каждым просмотром фильмы становятся всё более странными и абсурдными, хотя чёткость сюжета сохраняется. Также со временем нарастает степень жестокости, и всё навязчивее становится тема медуз. После примерно 25-го фильма она вышла на первый план и стала сюжетообразующей. В случае ментального, меметического и иного аномального воздействия на зрителей не зафиксировано. Просмотр считается безопасным. Приложение номер 1. Краткие сведения о некоторых версиях фильма. Номер 1 и номер 2 были просмотрены вне фонда. Копии не сделаны, подробных описаний не сохранилось. Номер 3. Действие происходит во Владивостоке. Герой – милицейский оперативник, мастер спорта по каратэ. Враги и корная мафия. Это одна из самых ранних и соответственно наиболее нормальная версия. В ней сравнительно мало пыток и изнасилований, почти нет фантазмагорических сцен, если не считать эпизоды с утоплением жертвы дочери героя в бочке черной икры. В саундтреке используются Камина Бурана Офра и песни группы кино. Номер 4. Место действия. Неопределённый город на Чёрном море. Герой – бывший афганец, ныне активист экологического движения. Он борется с заводом, сбрасывающим в море ядовитые отходы. Именно из-за них в море расплодились медузы. Фильм не досмотрен до конца в связи с экспериментом по перемотке кассеты. Номер 5. Место действия Таганрог. Организация – молодёжная группировка, похожая одновременно на панков и металлистов. Герой – мастер боя цепью. Враги скинхеда, за которыми стоит КГБ. Начальник – неформальный лидер группировки. Также оказывается завербованным агентами КГБ. И в то же время – наркоторговцам. Подробно показан процесс приготовления и употребления некоего наркотик из яда медуз. Саундтрек – песни неизвестной рок-группы. На остросоциальные темы того времени. Номер 11. Осовремененная экранизация Илиады. Герой – Ахилл. Начальник – Агамимном. Жертва – Патрокол. Троянская война изображается в виде разборок между греческой и кавказской троянской ОПГ в городе, похожем на Сочи. Боги Олимпа фигурируют как представители государственной и партийной власти. Афина – коррумпированный судья, носит бриллиантовый кулон, изображающий медузу Гаргону. Присутствуют гомоэротические сцены. К концу действия, когда Ахилл – мастер ножевого боя – убивает всех троянцев и начинает убивать греков, сюжет резко расходится с гомеровским. Саундтрек – кавказская этническая музыка и песни группы Queen. Номер 19. Действие происходит в ходе Советско-Иранской войны в оккупированном Бендир-Аббассе. Герой – снайпер в советских вооруженных силах. Враги – иранские маджахеды. Много общего с афганскими фильмами того времени. Имеются откровенные сцены с гетеро- и гемосексуальным. По улицам города ползают сухопутные медузы. Местные жители употребляют их в пищу. В боевых сценах задействованы танки и другая тяжелая техника. Саундтрек – неоклассическая оргистровая музыка с восточными мотивами. Композитор неизвестен. Номер 32. Место действия. НИИ морской биологии в Тетисграде, на берегу моря Тетис. Герой – молодой ученый, специалист по медузам. Начальник – его научный руководитель. Враги – конкурирующая лаборатория, где стремятся вывести разумных медуз-убийц. Финальная схватка разворачивается на защите диссертации, украденной у героя начальником. Оружие героя – в этой версии скальпель и шприц с ядом. Саундтрек – авангардная электронная музыка. Номер 144. Действие происходит в главном коллекторе канализации некоего мегаполиса, в основном под водой. Герой – боевой пловец. В результате аварии атомные субмарины появились медузы-мутанты, способные жить в удалено и питаться удалено, используя людей в качестве данной удалены. Следует отметить, что подобных спецэффектов еще не производила ни одна студия в 1990 году, и даже в наше время они стоили бы исключительно дорого. Саундтрек – грегорианские хоралы в хардроковой аранжировке. Способ, которым герой расправился с начальником, данные удалены. Это и другие сцены с участием португальских корабликов, особенно эротические, побудили SNSA выдвинуть приложение о запрете дальнейшего просмотра SCP-1204. Предложение отклонено. Номер 526. Место действия – полузатопленный город, похожий на Москву. Несмотря на то, что улицы и помещения затоплены морем на глубину 50-100 см и, естественно, кишат медузами, в городе продолжается жизнь. Люди по пояс в воде ходят на работу. Герой – тайный агент. Цель его в организации – найти забитый медузами слив и выпустить воду из города. Враги же, наоборот, хотят повысить уровень воды и скрывают слив. Персонажи почти не разговаривают. За весь фильм звучат только две реплики. Начальника – где слив? Они повторяются много раз. И неизменное – медузы не только в море, а не повсюду. Сонтрек состоит из бесконечно зацикленного фрагмента песни группы «Пикник» «Фиолетово-черный». Если можешь, беги. Около 30% экранного времени отведено сценам убийств, пыток, изнасилований и причудливых удалено. Отснятых предельно реалистично. Ещё около 25% времени занимает не связанные с сюжетом крупные планы медуз. В отличие от предыдущих версий, герой после убийства оператора обращает внимание на камеру и данные удалены. Копии фильма уничтожены. СНСР повторно предложил запретить дальнейший просмотр SCP-1204. Предложение принято. Приложение номер 2. История обнаружения. В 1991 году в Москве Сергейк, 1977 года рождения, сын капитана милиции, по невыясненным мотивам застрелил отца из похищенного у того табельного пистолета. Вслед за тем он убил нескольких случайных свидетелей и покончил с собой. SCP-1204 был обнаружен сотрудниками милиции при обыске в его личных вещах. Объект был передан в фонд после первых двух просмотров, выявивших его аномальность. По словам матери Сергея, при его жизни она не видела этой видеокассеты. Видеомагнитофона в семье не было. Удалось установить, что подросток страдал некоторыми невротическими расстройствами и в частности фобией медуз. Субтитры создавал DimaTorzok